Друзья, всем привет! Десять дней, как цветут пионы. Посмотрим, что у нас цветет, что распускается. Лидия Александра Дав в такую жару. Распускается белыми цветами, а обычно розовеющими. Сегодня у нас вновь на солнце было выше 30. Пионы цветут с 3 июня. Завтра у нас праздничный день. Поставили почти под все пионы опоры. Александр Флеминг открывает свои цветы. Очень жарко. Завтра обещают дождик, который вновь не свернет нам даже пыль на дороге. Пионы, конечно, в этом сезоне видоизменены слегка и по форме, и по цвету, и даже по запаху, мне кажется. Не знаю, бывает ли так. Мне кажется, что бывает. Днем слишком солнечно, а сейчас самый раз. Посмотрите, какая мисс Америка. Очень красивый сорт. Лично мне нравятся полумахровые цветы. Много боковых бутонов. Цветы очень крупные. Вот сейчас хорошо так видно строение цветов. Нежные такие у нее лепестки. Посмотрите, как играют. Вот так она закрывается на ночь. Красоточка. Никак не удается поснимать пионы. Днем очень шумно. А вечером они ложатся спать. Еще не все опоры поставили и поправили Примавер. Скорее всего, обесцветится моментально. Но все равно прогуляться приятно. Фионы цветут уже 10 дней. Много очень еще нераспустившихся кустов. Лидия Александра Дав, из которой я вам всегда делаю букет невесты. В этом году наверное, не получится такой красивый букет в розовеющих тонах. Лидия белая от жары. фестива максимума куст на солнце. Ну и средне-поздние сорта еще не открылись. А мы сейчас устанавливали пион, который я назвала Ярославный. Огромнейший куст. Нужно было сделать это раньше, но как получилось, так уж, друзья, получилось. Вот он всегда цветет последним. Но в этом году пионы наверное до июля цвести не будут. Хотя посмотрим. Сара Бернар на солнечном месте. Решила тоже ведь открыть первые цветы. Тоже объемный очень куст. На видео, я думаю, этого не видно, но кусты просто мощнейшие. Ну вот смотрите на солнце Дюшес Денемур. Надо его поправить. Днем был ветер. Немножко потрепал. Пион с ароматом ландышей. Такие кусты еще совсем не старые, но мощные. Можно, конечно, поделить, но тогда красоты не увидишь. Для тех, кто занимается разведением сортов, конечно, желательно делить. Но рычарн, как я вам и говорила, средний цветет десять дней. Было двадцать цветов, а теперь осталось, по-моему, с десяток. и все они с северо-восточной стороны. Цветы стали огромными такими. Но видно уже, что сорта цветает. Вы знаете, десяти дней вполне достаточно, чтобы налюбоваться каждым сортом. птицы запели после жары. Смотрите, цветок, который открылся последним у ретчарма. И все-таки теперь у нас два куста будет этого сорта. Раскрыл цветок молодой ретчарм. Ну, это Этчиц Салман. Завтра будет пасмурная погода. Может быть, ему удастся подсвести прилично. А вот посмотрите, незнакомец, как он выглядит в полном распуске. Даже не знаю, что это за сорт. Огромные такие одновременно лохматые и одновременно аккуратные цветы. Высокие. Мне никого не напоминает. Для меня этот сорт неизвестен. но хорош собой. Шерлитем открывает первые цветы. Компактный куст невысокий. Много боковых бутонов. Так красиво цветет. В холодную погоду открывается розовеющим. А сейчас вот такой дансинг бутерфляй. Видите, держится на жаре. Как я вам и говорила, куст необъятный. Так по кругу не будешь ходить вокруг куста. За Соня ложится спать. Мощный такой сорт с простыми цветами. Род грейс очень симпатичный. Рубиновый тон изменил он в чуть светлую сторону. Но съемка искажает все равно сложно показать. Итоги бриды еще не проснулись до конца. Молодые деленки тоже цветут. Этот сорт я забыла что-то название, но это макиногранд. Видите, как он быстро теряет цветы. и закрывается на ночь. Что-то он один цветок оставил открытым. Наверное, сегодня был последний день этого цветка. Видите, как быстро пионы с простыми цветами отцветают на жаре. Под все большие кусты поставили опоры на всякий случай. Передают дождик, возможно, ветер, армани. Опоры, конечно, видно. Какой-то их интересный цвет светлый стали красить. Ну, да ничего. Лучше пусть пионы цветут подольше, стоя на опорах. А вот Александр Флеминг второй, видите, полностью закрытый. Дюшезден Мур. Много пионов отцветающих. Уже не будем к ним подходить. Смотрите, какая качественная фестива Максима. Прям красотка или красавец. Ну, очень хорош собой. Всем, друзья, хорошего настроения. Всем пока. Пока.